Одна из приоритетных целей судебно-правовой реформы – это повышение доверия граждан к судебной системе и предупреждение коррупционных проявлений. Сегодня Сорунбай Джейнбеков принял председателя Совета Судей Нурлана Атаназарова, с которого обсудил текущую деятельность Совета, а также намеченные планы по улучшению работы судебной системы в целом. По итогам встречи глава государства подчеркнул, что необходимо усилить работу по всем направлениям судебно-правовой реформы. Напомню, что на прошлой неделе Сорунбай Джейнбеков также принял председателя дисциплинарной комиссии при Совете Судей Нургуль Бакирову. На текущей встрече глава государства подчеркнул необходимость усиления требовательности к судьям, на действия которых поступают обращения от граждан. Подробности далее. Нынешний состав Совета Судей начал свою работу в марте прошлого года. За это время члены Совета провели 22 заседания, приняли 74 решения по различным вопросам, в том числе по досрочному прекращению полномочий судей. На встрече с главой государства председатель Совета Нурлан Атаназаров доложил, что сейчас ведется работа по оптимизации штатной численности служителей Фемиды. Было разработано положение о ротации судей. В рамках судебно-правовой реформы в Верховном суде образованы два самостоятельных подразделения. Теперь за качество исполнения решений судов будет отвечать служба принудительного исполнения. Кадровый потенциал и материально-техническое обеспечение судов возложено на судебный департамент. Преобразования коснулись и межрайонных судов. Будут теперь на базе бывших межрайонных судов действовать административные суды. Которые будут рассматривать согласно требований административно-правоцирования кодуса Крымской республики. Административные дела, экономические дела, которые раньше рассматривали межрайонные суды, переданы в ведение судов общей юрисдикции, судов районов и городов Крымской республики. На встрече глава государства еще раз подчеркнул, что от судей в первую очередь требуется безупречная репутация и неукоснительное соблюдение законов. Только так появится доверие граждан и повысится авторитет этой ветви власти в обществе. А для контроля добропорядочности каждого служителя Фемиды необходимо усилить работу по полному декларированию судьями своих доходов и расходов. На днях был внесен соответствующий законопроект Джорг Кокенеш. В соответствии с этим проектом будут внесены изменения в порядок подачи декларации госслужащими и судьями в том числе. И недавно была встреча с секретарем Совета Безопасности Крымской республики, с президентом Крымской республики. На этой встрече поднимались вопросы в этой сфере борьбы с коррупцией. Повышение ответственности судей – это одно из приоритетных направлений судебной реформы. Как недавно доложила главе государства, председатель дисциплинарной комиссии при Совете судей Нургуль Бакирова, за прошедший период 8 судей были досрочно освобождены от занимаемой должности за нарушение требований безупречности. Дисциплинарная комиссия при Совете судей рассматривает обращения на действия или бездействия судей страны. Рассмотрев имеющееся заявление, наша комиссия приняла решение по 223 обращениям привлечь судей к дисциплинарной ответственности. 18 судей получили выговор, еще 155 судей предупреждения. 42 судям вынесены замечания. Мы продолжаем работу по проверке отдельных фактов нарушения судьями требований безупречности. На встрече глава государства подчеркнул, что необходимо усилить работу и по цифровизации судебной системы. В марте Сорунбай Дженбеков посетил Верховный суд, где ознакомился с процессом внедрения аудио- и видеофиксации во всех залах заседаний и электронного делопроизводства. В деятельности судов это важный антикоррупционный инструмент. Необходимая часть цифровизации, по которой нужно ускориться, это внедрение судебного и судебно-исполнительного блоков в автоматической информационной системе «Единый реестр преступлений и проступков». По словам эксперта Гульмиры Мамат-Керимовой, благодаря ЕРПП сократились возможности для сокрытия преступлений, уменьшилось число коррупционных договоренностей. Необходимо внедрять следующие фазы ЕРПП, в частности досудебный блок завершен, регистрационный блок завершен. В настоящее время на повестке стоит судебный блок, блок ЕРПП-КСИН, ЕРПП-пробация, большой статистический блок. Это как раз то, ради чего делается эта реформа и ЕРПП. Так что работы очень много. И, конечно же, вся деятельность, которая касается антикоррупции. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, глава государства и председатель Совета судей обсудили вопрос о пересмотре запланированного на 2020 год бюджета для судебной системы, а также в целом планы по улучшению деятельности всего судейского корпуса.